Прошедшая неделя была удивительно богата событиями для Башкортостана, причем в основном это были яркие содержательные события именно на региональной повестке. Начнем, пожалуй, с защиты горы Куштау. В минувшее воскресенье на горе Куштау прошел очередной анонсированный заранее флешмоб. В нем приняло участие примерно 500 человек по оценкам организаторов, хотя, к слову сказать, никаких организаторов, по крайней мере, формально у этих мероприятий нет. Мероприятия эти носят действительно стихийный характер. Основным костяком участников, конечно же, являются местные жители, которые в ужасе от перспективы того, что происходит вокруг этой горы. В этот раз участники флешмоба организовали экспозицию огромного гигантского флага Башкортостана у подножия горы. Я не знаю, сколько точно сотен метров был этот флаг, но если предположить, что участники стояли через полтора метра санитарной и социальной дистанции, то, наверное, этот флаг растянулся более чем на километр. В общем, деятельность вокруг защиты горы Куштау возобновилась и набирает обороты. В общем-то, никакой обратной связи со стороны властей, либо администрации района города и тем более республики на данный момент не поступило. Каких-то особенных карательных мер в отношении участников флешмоба тоже не случилось, что, собственно, радует. И начинается какая-то стадия, видимо, перетягивания каната. Кто кого? Потому что со стороны сырьевой компании, которая получила лицензию на деятельность, никаких ответных действий нет, со стороны властей ответных действий нет, а защитники Куштау набирают обороты. Судя по всему, по крайней мере, в летний период эти мероприятия примут характер регулярных. Я не знаю, насколько будет увеличиваться численность этих мероприятий, но по логике вещей численность будет расти. Непонятно, какой будет резонанс, однако все равно эти мероприятия, протестные действия идут в копилку анализов и аналитики в Москве и в администрации президента. Будем ожидать каких-то ответных действий и реакций, потому что, в принципе, эту ситуацию нельзя оставлять на уровне патовой ситуации. И надо отметить, что видные деятели и видные фигуры республики начинают постепенно высказываться в отношении этой ситуации. В частности, первый президент республики Башкортостан в своем аккаунте ВКонтакте дал однозначную оценку ситуации и своего отношения к разработке горы Куштау. Муртаза Губайдулыч Рахимов достаточно однозначно дал понять, что он против разработки этой горы и против передачи ее сырьевой компании. На мой взгляд, самым скандальным событием прошедшей недели была заявка Рамели Саитовой, известной общественницы в республике, заявка на участие в выборах президента Татарстана. На прошедшей неделе Рамеля Саитова заявила о том, что она стала кандидатом в президенты республики Татарстан. Заявление это она сделала у таблички у входа в Центрсбирком Республики Татарстан в Казани. Тут же огласила свою предвыборную программу, состоящую всего из трех пунктов, включающих, например, национализацию предприятий Республики Татарстан. Впрочем, буквально через сутки Центрсбирком Татарстана опроверг заявление Рамели. Дело в том, что по закону Республики Татарстан граждане могут баллотироваться в президенты республики, исключительно будучи делегированными политическими партиями. Понятное дело, что Рамелю Саитову никто не делегировал, это было своего рода такое самопроизвольное самовыдвижение. Формально, конечно же, она не является никаким кандидатом в президенты Республики Татарстан. Однако, эта акция, конечно, не осталась незамеченной. Тут же начались разговоры о том, что есть какая-то отчасти психиатрическая экспансия со стороны Республики Башкортостан во внутренние дела Республики Татарстан. В общем, конечно, эта история насколько трагична, настолько и комична. По сути, конечно, всерьез оценивать такие вещи нельзя, но сам факт вот такого заявления, наверное, остаться без внимания не может. Позволю себе порассуждать немножко о ситуации с пандемией COVID-19 в Республике Башкортостан и вот какие соображения мне пришли в голову по истечении последней недели. Практически всю последнюю неделю уровень заражений, ежедневный уровень заражений в Республике Башкортостан возрос на 50% от показателей последних двух-трех недель. И я это связываю с тем, что прошел некий мораторий на рост заболеваемости после голосования. Естественно, федеральным властям было никак нельзя допустить вывод со стороны населения и людей, следящих за ситуацией, о том, что после голосования произошла вспышка заражений. То есть, что бы ни случилось, хоть бы даже на улицах начали лежать трупы, естественно, официальные власти бы не признавали, что после голосования произошла вспышка заболеваемости. Однако, вот этот вот условный период в две с половиной недели миновал. Соответственно, формально привязать вспышку заболеваемости к голосованию уже нельзя. И вот потихонечку ситуацию отпускают. Минздрав Республики Башкортостан на прошедшей неделе официально заявил о том, что каждое свидетельство о смерти, связанное с COVID-19, фактически санкционируется и визируется в Минздраве Российской Федерации. Складывается, конечно, совершенно абсурдная ситуация, когда количество смертей в регионах, по сути, регулируется из московского ведомства. Я не знаю, насколько действительно это правда, насколько изменился порядок определения причин смерти, который, в общем-то, регламентирован федеральными законами и очень многими нормативными актами, в том числе и актами самого Минздрава. Но вот таково утверждение Минздрава Республики. Может быть, это одна из разновидностей оправданий в отношении тех многочисленных обвинений, которые сыпались в сторону Забелина о недостоверности статистики. Но теперь Забелин все свалил на Москву и говорит, что я здесь ни при чем, это Москва определяет, кто от чего умер. Не очень, конечно, в это верится, но тем не менее. В общем, конечно, вот эту ситуацию с пандемией нельзя назвать сейчас безоблачной. Мы видим, насколько расслабились граждане, жители Республики и Уфы в отношении вот этих вот мер безопасности, которые все-таки существуют сейчас. Мы видим, что творится на пляжах Уфы, мы видим, что творится во всевозможных зонах отдыха и досуга. Совершенно возмутительная ситуация, когда, в общем-то, ни одной маски в обозримом пространстве нет, и даже охрана заведений не носит этих масок. На пляжах творится черти что. И, конечно же, это тоже на руку вот этому вирусу, условно говоря. Складываются все основания для того, чтобы в течение где-то ближайшего месяца полутора мы получили новую, еще более мощную волну заболеваемости COVID-19. Продолжая разбираться в деятельности наших достославных депутатов Госсобрания Республики Башкортостан, и, в частности, Дмитрия Чувилина, на прошедшей неделе я совершенно неожиданно получил информацию и даже просьбу от вкладчиков золотого запаса. И вот, собственно, в чем она заключается. Ко мне обратилась группа вкладчиков золотого запаса с просьбой опубликовать информацию о возмутительном событии, которое случилось, в общем-то, в их сообществе. И речь идет о том, что 9 июля господин Чувилин в актовом зале гостиницы ТАН собрал некоторое количество вкладчиков золотого запаса. Примерно 50-60 человек там присутствовало. И господин Чувилин выдвинул идею о создании некого общественного объединения, которое будет добиваться уголовного преследования непосредственно Флюра Галямова, экс-руководителя Роскомснаббанка, и людей, связанных с вот этими событиями вокруг золотого запаса. Господин Чувилин однозначно связывает Роскомснаббанк с золотым запасом. И вот такое предложение он сделал. Собственно, его предложение заключалось в том, что он хочет возглавить вот это общественное движение, и, будучи депутатом госсобрания, добиваться вот этих вот событий, имеется в виду уголовного преследования виноватых. Ну, казалось бы, с одной стороны, такая благая и, в общем-то, целесообразная задача, однако она вызвала совершенно неоднозначную реакцию со стороны самих вкладчиков золотого запаса. Как только они услышали вот это предложение, на собрании случился шум, гамм, и весьма себе выраженная перепалка, вкладчики резонно определили, что возникновение дополнительных уголовных дел в области золотого запаса может блокировать решение их проблем через реализацию земли в новом Юрмаше. В общем, мнения не то чтобы разделились, а мнения вкладчиков самих оказались противоречивыми и противоречащими той теории и предложениям самого Чувилина. На этом собрании случился легкий конфликт, в общем-то, люди, конечно, были категорически не согласны с этим делом, однако господин Чувилин, следуя матрице своих вот этих технологических решений, все-таки пытался создать это общественное объединение, как говорится, прямо там на месте и на коленке. Во всеобщем шуме, гвалте и перепалках он провел даже голосование, как мы слышим из аудиозаписи этого собрания, по сути, поддержало его всего 15 человек, и это как раз, видимо, те самые не очень хорошо слышащие бабушки вкладчицы золотого запаса, которые за что угодно, кроме голодовки. Ну, в общем-то, конечно, это совершенно яркий пример того, как с технологической точки зрения и слегка вводя в заблуждение людей, можно начать какую-то бурную политическую деятельность практически на пустом месте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, одиннадцать человек за двенадцать, вот вижу, тринадцать, четырнадцать вижу, пятнадцать. Честно говоря, я не понял, при чем здесь господин Чувилин и его вот эта вот веселая команда. Там же, кстати говоря, присутствовал и товарищ Рахматуллин. В общем, это уже всем известные лица, и это одна и та же, значит, команда господина Чувилина. К слову сказать, оба они уже окончательно исключены из коммунистической партии, и на месте вкладчиков золотого запаса я бы крепко-накрепко задумался, можно ли связывать судьбу своих денег с людьми, которых выгнали даже из коммунистической партии. Ну, в общем, конечно, это бы вся ситуация была комичной, если бы она не стала приобретать некие скандальные и опасные черты. Вкладчики золотого запаса, которые категорически протестуют против участия господина Чувилина в этих всех процессах, написали официальное обращение к спикеру парламента Госсобрания Республики Башкортостан Константину Борисовичу Толкачеву с требованием прекратить эту ситуацию и участие Чувилина в этих процессах, с требованием дать оценку на парламентском уровне его странной активности. Ситуация кристально понятна, если бы не некие технологические приемы. Буквально на следующий день после этого шумного и скандального собрания в некоторых электронных изданиях Уфы и Республики вышли статьи, абсолютно не соответствовавшие действительности. Я говорю о том, что в этих статьях говорилось, что, дескать, Чувилин вызвал всеобщее одобрение, все поддержали в едином порыве, значит, и так далее, и так далее. Напомню, что всего 15 человек, которые, судя по всему, не до конца расслышали на этом шумном заседании предложений депутата Госсобрания Чувилина, подписались под созданием этой общественной организации. Собственно, ко мне обратились вкладчики для того, чтобы широкий круг общественности понимал, что за Чувилином стоит 15 человек, а вовсе не основная масса вкладчиков, которых насчитывается до 5000 человек. Рационально настроенная часть вкладчиков золотого запаса рассчитывает на решение их имущественных проблем через реализацию земельных участков и прочего имущества у ООШ, которые входили в золотой запас. Это абсолютно рациональная и реальная позиция, которую занимают люди. Они понимают, что за сколько и когда будет продано, соответственно, есть перспектива получения их денег. А вот эмпирическая посадка флюра Голямова, которого я ни в коей мере не обеляю, не оправдываю, но тем не менее эмпирическая посадка, либо уголовное воздействие на флюра Голямова ни к каким выплатам точно не приведет. Вот тут надо это четко понимать, и нужно понимать, что действия господина Чувилина, они, в общем-то, из той же самой обоймы, что его действия в отношении табачных киосков, либо Миловского парка, в котором он тоже собирается теперь ночевать, уподобляясь госпоже Гайсиной, которая, в общем-то, обещала, но не приехала на эту ночевку. В общем, к чему я, собственно, призываю? Я призываю к тому, чтобы люди осторожно, трезво и взвешенно оценивали инициативы со стороны наших депутатов и народных избранников. Не все из них носят абсолютно искренний и чистосердечный характер. В частности, вот эта история с золотым запасом отдает, конечно, очень таким нехорошим и нездоровым ароматам. Я давно обещал поговорить о орфанных заболеваниях. И вот на прошедшей неделе так совпало, что в распоряжение нашего канала попали удивительные, просто фантастические документы, связанные с этой проблемой. И пришло, видимо, время об этом поговорить. Собственно, что это за документы? Документы эти в основном обращение к Хабирову от некоммерческого объединения «Матери России», вернее, его филиала в Республике Башкортостан, о том, что «Матери России» просят Радио Фаритовича выделить деньги на приобретение препаратов для лечения орфанных заболеваний. Казалось бы, на первый взгляд здесь ничего особенного нет. Однако, как говорится, дьявол в деталях. Во-первых, надо, наверное, расшифровать, что такое орфанные заболевания. Орфанные заболевания – это крайне редкие заболевания, когда болеют буквально единицы человек на целый регион, там 2, 3, 5, 6, 10 человек на 4-х миллионную башкирию. Эти препараты стоят огромных денег ввиду своей редкости. И, соответственно, естественно, есть проблема со снабжением этих больных этими препаратами. В данном случае речь идет о препарате «Спинраза», который производится одним-единственным производителем во всем мире. Это компания «Джонсон и Джонсон» и продается одним-единственным уполномоченным дилером по России. Так вот, госпожа Фарахова, Дина Тагировна, которая возглавляет филиал вот этого некоммерческого объединения «Матери России» в Республике Башкортостан, просит у Хабирова ни много ни мало 2 миллиарда 844 миллиона рублей на закупку этих препаратов. Сумма, конечно, ошеломляющая. Дело в том, что каждый флакон этого препарата стоит примерно 8 миллионов рублей. И флаконов этих нужно для одного больного как минимум 2 в год. В своем обращении к Хабирову госпожа Фарахова утверждает, что только ей под силу обеспечить снабжение больных орфанными заболеваниями в Республике Башкортостан, и она собирается закупить 320 флаконов вот этого дорогостоящего лекарства. По мнению госпожи Фараховой в Республике Башкортостан, 40 человек страдают СМА, вот этим страшным заболеванием, спинально-мышечной атрофией, и именно им собирается помогать госпожа Фарахова. Что же, собственно, странного в этой всей истории? Начнем с того, что бюджет Республики, бюджет Российской Федерации, и вообще бюджет в нашей стране не имеет права выделять благотворительной помощи ни на какие цели. Само по себе вот это обращение госпожи Фараховой, оно весьма странное. Однако отнести ее к каким-нибудь наивным или мечтательным натурам никак не получается. Дело в том, что госпожа Фарахова очень основательно разбирается во всей этой ситуации, хотя бы потому, что она по совместительству еще и возглавляет страховую компанию САГАСМЕД, которая, собственно, непосредственно участвует во всех страховых медицинских процессах Республики Башкортостан. Она очень хорошо понимает, как происходят эти вот компенсации затрат и покупка медикаментов, и госпожа Фарахова не может не знать о том, что государство в принципе не вправе выделять некоммерческим организациям, да и коммерческим организациям, но негосударственным, какие-то вот такие деньги, тем более почти 3 миллиарда рублей. Однако Дина Тагировна подошла к вопросу весьма основательно. Она помимо того, что просит 3 миллиарда у Радия Фаритовича, еще и попутно предлагает провести некое публичное обсуждение этого процесса, видимо, для того, чтобы придать значимость и важность принятия подобного решения, создать какие-то там круглые столы, созвать людей, что-то там обсуждать. Собственно, что здесь обсуждать? Процессы закупок медицинских препаратов в Российской Федерации регулируются конкретными законами и законодательными актами, а именно 178-м федеральным законом, 890-м постановлением правительства Российской Федерации и федеральным законом 323-м. Все эти нормативные акты никак не позволяют провести вот такую вот подозрительную операцию по выделению 3 миллиардов какому-то там автономному некоммерческому объединению. Несмотря даже на то, что им руководит весьма многоопытная директриса страховой компании Сагас Мед. Однако бумаги эти весьма насторожили сообщество людей, которые борются с этими опасными орфанными заболеваниями в республике. Они утверждают, вот эти люди, которые погружены в эту проблему, те, кто борются с этими болезнями много лет, что в республике Башкортостан на данный момент предписание на получение препарата спинраза имеют всего 6 человек, а вовсе не 40, как утверждает госпожа Фарахова. Кроме всего прочего, Минздрав Республики Башкортостан уже в этом году совершил две закупки этого препарата на общую сумму 48 миллионов рублей, снабжая этими препаратами какое-то количество больных этим заболеванием. В общем, картинка складывается весьма странная и подозрительная по мнению людей, которые следят за этой ситуацией. Надо бы, наверное, вникнуть в намерение госпожи Фараховой, что здесь не так и каким образом она предполагает обойти многочисленные законы по закупкам вот этих вот сложных и дорогостоящих лекарственных препаратов. Поясняя ситуацию с этим препаратом, стоит, наверное, отметить, что спинразы не входят в региональный список жизненно необходимых препаратов, а входят только в федеральный список. И, в общем-то, закупки этого препарата проще и правильнее делать через федеральное финансирование, через бюджет Российской Федерации. Однако, ничто не мешает Республике Башкортостан включить этот препарат в список региональных обязательных препаратов и закупать через Минздрав РБ. Я не знаю, что препятствует Минздраву Республике Башкортостан много лет подряд не включать этот препарат в список жизненно необходимых, что на самом деле упростило бы процедуру, что внесло бы ясность в закупке этого препарата и не позволило бы писать подобные письма с непонятными совершенно целями и задачами в адрес главы Республики Башкортостан, по сути, ставя его в очень неудобное положение. Дело в том, что, согласно закону, конечно же, Хабиров вынужден будет отказать вот этому «оно» матери России в Республике Башкортостан в помощи на 3 миллиарда рублей. Вслед за странным решением фонда по решению проблем обманутых дольщиков, я имею в виду решение по достройке элитного дома на Ленина в Уфе, так вот, вслед за этим решением из Москвы пришли печальные новости для дольщиков в отношении фонда, призванного решать проблемы обманутых дольщиков по всей России. Счетная палата Российской Федерации проверила вот этот фонд, федеральный фонд, и пришла к весьма неутешительным выводам. В частности, Счетная палата России выяснила, что из 103 миллиардов рублей, выделенных на данный момент фонду, израсходовано непосредственно на цели и задачи фонда всего 17. Остатки средств зачем-то лежат на депозитах под 6% и приносят неплохой доход самому фонду. Зарплата, например, в московском филиале этого фонда в среднем, внимание, в среднем составляет 372 тысячи рублей, что даже для Москвы немало. И даже в пресловутом Воронеже, в филиале этого фонда, зарплата составила 62 тысячи рублей, что колоссально много для несчастного Воронежа, который ждет с минуты на минуту бомбардировок. В общем и целом, за все время существования фонда, это почти три года, было достроено всего 3 тысячи квартир по всей Российской Федерации. А компенсации выплачены и того меньше, всего за 1300 квартир. И это на фоне того, что в общей сложности по России свыше 200 тысяч квартир дольщиков, попавших в ситуацию с недобросовестным решением их проблемы. В общей сложности по России 3137 объектов в 76 регионах. И вот столь незначительное действие за три года вот этого фонда, конечно, не могут не вызывать беспокойства ни у счетной палаты, ни в частности у дольщиков. В свою очередь фонд просит еще 686 миллиардов рублей, а всего все расходы по решению проблем дольщиков он оценивает аж в 722 миллиарда рублей. В общем, тут, конечно, встает вопрос вообще о функциональной целесообразности вот этой организации. Вопрос о том, что, наверное, странно, если за три года созданный и сформированный фонд не приступил к активным действиям. Ну и, в общем-то, наверное, было бы логично предположить, что и в Республике Башкортостан деятельность этого фонда нельзя назвать активной и результативной. Вишенкой на торте вот в этом докладе счетной палаты Российской Федерации, наверное, стала вот эта конкретная частная история с СУ-155 в Москве и Подмосковье. Это крупнейший застройщик, который обанкротился. Так вот, фонд затеял достраивание 40 многоквартирных домов, которые были у этого СУ-155 в Москве и Подмосковье. Худо-бедно достроил эти дома. И в конце выяснилось, что на момент, когда фонд начал их достраивать, 37 из 40 домов уже были сданы в эксплуатацию. Ну, иначе как мошенничеством, наверное, это назвать нельзя. И тут уже должна заниматься не счетная палата, а прокуратура. И причем, ну, наверное, самым срочным образом и самым жестким образом. Я прихожу к предварительному выводу о том, что идея создания вот этого фонда, она была сродни идее и созданию фонда, значит, вот это жилье для российской семьи, которое в конечном итоге для всех регионов, где бы он ни действовал, превратилось в проблему, катастрофу и обман. Боюсь, как бы так же не случилось и с фондом, который занимается проблемами обманутых дольщиков. Собственно, глобальным выводом, наверное, станет вывод о том, что особенно рассчитывать на помощь этого фонда не стоит ни в республике, ни в масштабах страны. И, вероятнее всего, этот фонд ждет печальная судьба. Неизменным раздражителем на протяжении последних месяцев для мэрии Уфы является ситуация вокруг дома по Шатару-Ставеллю-5. И вообще в этом квартале на улице Шатару-Ставелля в прошедшую неделю Алла Яковлева, лидер вот этого протестного движения вокруг этого дома, выдвинулась в Москву, сняла ролики у администрации президента Путина, сняла заявление на Красной площади. То есть, собственно, что обещала, то и сделала. Тут надо отдать должное последовательности в борьбе вот этого сообщества против произвола мэрии. Кроме всего прочего, жильцы дома по Шатару-Ставеллю номер 5, где-то нашли номер Ульфата Мустафина, телефонный номер, и написали его огромными буквами на заборе вот этой стройки. А на асфальте у въезда в эту стройку были такими кровавыми, страшными буквами написаны обращения к господину Носкову о том, что он всех не купит и так далее. Собственно, причиной всей этой истории является банальная неспособность Ульфата Мустафина к коммуникациям с жителями. Даже после столь грандиозных и ярких событий Ульфат Мустафин не снизошел до общения с жильцами дома номер 5 по Шатару-Ставеллю. Все реакции мэрии были совершены через замов и сотрудников мэрии, но никак не через первое лицо. Хотя именно лично к Ульфату Мустафину обращаются жители улицы Шатару-Ставеллю. И уже от него лично они требуют этого участия, и, видимо, это вопрос принципиальный. Я прихожу к печальному выводу о том, что Ульфат Мустафин абсолютно непригоден для публичной деятельности в качестве мэра миллионного города. Он совершенно категорически не справился с этим вызовом, хотя, по сути, вызов был незначительным. Начиналась эта проблема как локальная. Решить ее точно было можно буквально двумя-тремя действиями, которые привели бы к умиротворению этих жильцов и поиску и нахождению в конечном итоге некого компромисса. Однако Мустафин избрал вот эту вот страусиную тактику. Он не появляется, не реагирует на эти вызовы и на эти претензии, а он обязан на самом деле это сделать. В итоге мы, конечно, наблюдаем крах политической и публичной карьеры Ульфата Мустафина. Пожалуй, что, наверное, всем стало очевидно, что этот человек не способен на публичную политику и, собственно, на эффективное управление городом, а потому что одного без другого не бывает. И здесь, конечно, уже нужно задумываться о перспективе управления столицей республики, задумываться о тем, кто придет на смену Ульфату Мустафину. Я не берусь, конечно, утверждать, что ситуация на Шатару Ставилипять станет каким-то логическим завершением карьеры нашего неудачного, прямо скажем, мэра столицы. Но определенный вклад Аллы Яковлевой и участники этого протестного движения, конечно, в окончание карьеры Ульфата Мустафина внесли. Редактор субтитров А.Семкин